Ну что же, всем доброго дня, уважаемые зрители, с вами Рухаб, с вами Мила, Дота, Пит, Чайна, и мне очень интересно комментировать этот матч, потому что я очень давно не смотрела за тем, что происходит в Китае, и разве что на стримах адекватно, я думаю, что многие из вас любители, скажем так, его творчества, его личных стримов, я наблюдала за тем, что творится в этом регионе, но достаточно поверхностно, и поэтому мы будем разбираться вместе. Итак, что у нас первое стоит отметить? Первое, что стоит отметить, это, конечно, коэффициенты нашего партнера, и большое спасибо ему за поддержку, это Гагабет. Ну, а второе, что можно отметить, это наличие Феникса и Свена у Вичи Гейминг и Марса и Мираны у Тим Магма. Если кто-то смотрел мои стримы, то все знают, что я специализируюсь больше по американскому региону. Так, сделаю немножко себя потише, а то я вижу, что голос как-то слишком громко. Так, по американскому региону сейчас у нас идет еще и Эпик Лига, первый, второй дивизион, и вот, наконец-то, Китай мне попался. Очень-очень хотелось бы посмотреть, какая там мета, потому что, как я всегда люблю говорить, у каждого региона есть свои любимые герои, и реализуют их абсолютно по-разному. Поэтому мне вот очень, ну, как вижу, Феникс и Марс популярны в большинстве регионов, особенно Феникс. Я сразу вот смотрю на Феникса и вспоминаю Джаша, как он уходит всегда против этого игрока в бан. Свен, также у нас появился Свен, ну, здесь, я думаю, все достаточно просто, один из самых метовых героев, как и в Америке, так и в Европе, СНГ. Рубик тоже ничего добавить, в принципе, нельзя, а вот Огрмага я лично на своих трансляциях не так часто встречаю, особенно вот в первом дивизионе. То есть у нас, ну, Мирана стандартный роуминг, неприятный герой, против которого первое, что нужно сделать, это лучше защищать мид, поставить очень хороший вижен. И всегда мидер, который играет против Мираны, это вот очень чувствуется по игре, он чувствует себя, он должен, во-первых, очень следить за всей информацией, которая поступает ему, Мирана отошла даже на пару секунд. Плюс с Мираной очень здорово контролировать активные руны, ты можешь подловить по стрелу и там со своим мидером сделать фраг. Появляется Войт Спирит, один, наверное, из самых популярных сейчас героев в Америке, мне очень нравится смотреть, как многие команды исполняются этим героем, при том, сейчас его собирают все абсолютно по-разному. То есть есть билды через Юл, это, наверное, самый популярный Войт Спирит, достаточно активный, есть билд через Ганим, есть билд через Дезолятор, и, в принципе, этого героя только, мне кажется, вот вроде бы год прошел уже, да, больше всего. Он появился, конечно, все ждут нового героя, я тоже, я думаю, что уже все слухами, как говорится, не знаю, прочитали в интернете, посмотрели на ютубчиках, я тоже, есть два варианта, либо это будет Фрея, либо будет Валькирия, но это, по крайней мере, вот из того, что я слышала, вдруг кто-то не знает. Появляется Лайстиллер, вот Лайстиллер, кстати, не очень хороший винрейт в последнее время, и здесь я бы даже не сказала, что он как-то очень хорош, да, против Свена, который в теории соберет Аганим, это отличная вещь. Плюс у Вичи Гейминг большое количество контроля. В последнее время Агма показывают достаточно неплохую игру, они неплохо сыграли, я бы даже сказала, лучше, чем просто неплохо против Ехом, судя по тому, что я видела. И вот как раз Рустам в своем Телеграме, кстати, вот можете подписаться на его Телеграм, он очень хорошо разбирает матчи, вот когда особенно у тебя много регионов, и ты не успеваешь за всеми регионами, дивизионами сидеть, следить первое, второе, первый тир, второй тир, третий тир, вот это очень здорово, что есть человек, который так и в этом разбирается. Так, Ластилер, значит, получается будет у нас комбинация, ну в теории с Мираной, но это, наверное, не самая популярная связка будет, с Марсом плюс-минус неплохо, но, честно говоря, вот я к Ластилеру всегда относилась достаточно скептически под него, возможно, стоит подумать про какого-то более, даже не то что жадного мидера, но мидера, который в теории в лейте может наносить большое количество урона. Возможно, даже что-то наподобие Шторм Спирита, и Шторм Спириту здесь тоже будет нелегко, потому что против Шторма я уверена, что Вод Спирит будет собирать Аганим, ну не знаю, первым слотом мало, вероятно, но и такая возможность есть. Да, ребята, напишите, пожалуйста, что по звуку, потому что если кого-то что-то не устраивает, потише, погромче, я сделаю задержку на трансляции 4 минуты, к сожалению, поэтому я не смогу максимально быстро исправить, но если вас все устраивает, было бы здорово. Так, последний пик. Судя по всему, как раз Тим Магма стоит добрать себе мидера, и сейчас мы увидим, что это будет. Ну, оказывается, что я все-таки немножко понимаю, опять же появляется Шторм, с Ластилером это одна из лучших комбинаций, ты можешь нападать с большого расстояния, у тебя есть возможность и цеплять, плюс, соответственно, несколько героев здесь могут в целом ворваться. Это может быть врыв под стрелу Мирана, первый момент, это может быть врыв под арену Марса в идеале, наверное, так должно происходить, ну, или, конечно, с Шторм Спиритом. Но, как я уже отметила, Шторму здесь нужно быть поаккуратнее. Первое, что это Войт Спирит контроль, Рубик контроль, Свен контроль, Феникса ты очень быстро не убьешь, и Шторму здесь самому придется подумать про... Ну, вот даже, думаю, что его он не станет собирать, это будет быстрый Орчид, а теперь это 100% быстрый Орчид, потому что Энигму нужно будет как-то так контролировать. Здесь есть чем сбивать Блэк Холл, но не самые лучшие герои, а вот против Ластилера Энигма считается вполне себе хорошим персонажем. Мол, Делеван на нем будет играть, Ори на Войт Спирите, значит, интересно, как Ори отыгрывает сейчас, потому что очень давно не видела этого игрока, и вот последние игры, когда я комментировала еще Китай, он отыгрывал очень здорово. Поэтому интересно понаблюдать за ним. Ну вот, мне, кстати, очень интересно, какой Спирита будет Ори собирать в данной ситуации. Здесь, во-первых, против Шторма, ты можешь сразу подумать про Аганим, но можешь к себе на подсейв что-то приобрести наподобие, опять же, того же самого Юлу. Юл очень хорош, ману восстанавливает, то есть это такой еще дополнительный контроль, который у тебя появляется под Ремнант. Я думаю, что все достаточно просто. Кстати, так как у нас сейчас такой каст получается в соло, возможно, ребята, я не знаю, если у меня получится, я приглашу Бобруху, но вот пока еще не знаю, получится у него или нет, потому что завтра нужно будет ехать в Москву, не знаю, как его, Рустам сегодня едет, Бобруха завтра, и вот, соответственно, очень вероятно, что у него просто не получится. По пикам Вичи настроены серьезно, написал Кентан, пик и правда неплохой, но я бы не сказала, что и у Магмы максимально там что-то плохо. Лично мне единственное, что не нравится, это Ластилер, потому что героя не сказать, что быстро фармит, и есть несколько билдов на Ластилера. Один, наверное, из самых популярных билдов, это билд через Армлет Дезолятор, второй через Медас, третий, помните, был в какое-то время Алибарда Саша Яша, такой прям статовый Ластилер. Но, видим, Шторм, он в Лайте и правда очень-очень хорош, ты просто цепляешься огромного расстояния, против Шторм Спирита практически невозможно играть, но это то, что касается Лайта. Вообще, кстати, интересно, что по продолжительности игр в Китае, это такой достаточно важный момент, например, сравнивая даже с тем же первым дивизионом Эпик Лиги на данный момент, вот у меня последние два матча прошли примерно в духе 2 по 25, и это в лучшем случае. Я комментировала Матголемс Ликвид, первая игра длилась 18 минут, вторая 24, вчера это было OG Just Terror. Ну, ребята, я думаю, что вчера все многие смотрели этот матч, и не самыми лучшими впечатлениями от игры остались, там была примерно такая же ситуация. Мне очень интересно, что по продолжительности игр, да, здесь я все-таки привела, наверное, не самый лучший пример, потому что это команды немного разного уровня, сейчас и Just Terror, и Матголемс не в самой лучшей форме, а вот здесь, как я понимаю, команды будут приблизительно равны. Так, вас звук устраивает, это максимально приятно, я рада, что все хорошо работает. Если что-то будет не нравиться, вы обязательно пишите, сейчас очень удобно комментировать из дома, сразу, в принципе, через 4 минуты ты можешь реагировать, и какие-то такие отметки, смешные комментарии я буду отмечать обязательно. Так, ну, изначально, конечно, баунти-руны, единственное, что можно отметить, никакой драки за баунти-руны у нас не было, по баунти все достаточно спокойно, с одной стороны магма забирает 2, с другой стороны вичи гейминг забирают 2 руны, поэтому все идеально. Так, давайте, ребята, кстати, жалко только, что нельзя самостоятельно в этот момент проводить опросы в чатике, потому что мне очень интересно, по пикам, что вы думаете, и кто вообще фаворит для вас в этой встрече. Вот очень круто, можно так работать с чатом, с аудиторией, и вам интереснее, и комментатору так интереснее, когда он в соло работает. Ну, давайте смотреть уже, что происходит в игре. Итак, в миде у нас Void Spirit стоит против Storm Spirit. Это, наверное, один из, ну, чуть ли не самых популярных лайнапов на данный момент, и в Америке он был очень популярен, и мне, конечно, мне, честно говоря, чуть больше все-таки нравится Void Spirit сейчас. Уж больно хорошая у него анимация атаки, и у него несколько обилок, с которыми ты можешь добивать крипов, ну, то есть, достаточно приятно. Но, опять же, вот хорошие игроки на шторме явно не будут испытывать проблем, поэтому линия абсолютно равная. Теперь смотрим на бот. Здесь арморный, плотный достаточно Свен. Вместе с Фениксом, то есть, есть теория и подхил, и возможность напасть против Марса и Мираны. Такая же ситуация. Под стрелу можно с копьем сыграть, и это, в принципе, сделать достаточно просто. Мы видим, что уже у Марса дела неплохи. В принципе, Свен тоже фармит. Ну, может, в начале быть не так все хорошо, но Свен это как раз тот герой, который даже если в начале где-то чуть-чуть просядет, где-то пару раз его убьют, ему очень легко реабилитироваться, особенно если Юай постарается и поделает какие-то стаки ему, ну, либо займется этим, например, четвертая позиция. Кстати, по поводу четвертой позиции, посмотрим, чем эта четвертая позиция занимается. Огар-маг пытается просто зонить Рубика. Рубику против Огар-мага, наверное, не так-то просто. Еще Огар-маг находит вард, то есть указа, все уже хорошо начинается. Рубик, он все-таки не так много урона может нанести. И Лайстилер с Огар-магом. Единственное, что вот им на данный момент мешает, это, конечно, то, что это два милишных героя, здесь все-таки два рейнджовика, плюс Эйдайлоны. Да, под бафом поприятнее крипов добивать, но в любом случае, как мне лично кажется, когда ты играешь на рейнже, тебе изначально попроще чуть-чуть стоиться. Ну, и мы видим, что, опять же, Энигма, которая есть крипов, линия постоянно будет стягиваться в их сторону, поэтому думаю, что линия Энигма и Рубик, если не допустит каких-то серьезных ошибок, должна себя чувствовать максимально комфортно. И вот как раз я говорила про стаки от Рубика, и вот они, эти самые стаки. Сделал Эншентов, стак, еще один стак. Ну, то есть, согласитесь, уже для Свена приятно. Свен собирается через Масков Мэннес, через Момчик, тут просто максимально по стандарту. Интересно, что будет делать дальше, потому что есть несколько вариантов в этом плане. Некоторые предпочитают через Сабельку играть, некоторые предпочитают через Аганим, некоторые там стараются как можно быстрее выйти в БКБшку. И вот здесь, конечно, этот выбор чаще всего зависит от того, насколько хорошо дела у Свена и у команды, насколько ты можешь играть агрессивно, насколько ты можешь себе комментировать. Одну секундочку. А, насколько ты можешь себе позволить давить и там подобное. Ну, например, вот мы, уже, кстати, можно отметить еще в миде, выход у нас от Рубика сразу же неплохо отбрасывает. Рядом находится Феникс, нужно как-то помогать своему мидеру. Ремник замечательный. И Ферст Блад для Ори. Отличная перетяжка. Вот здесь, конечно, Рубик мне очень нравится, как он пока себя ведет на этой карте. Это не сказать, что прям максимально активная игра, когда ФБ происходит у нас на пятой минуте. Но дело в том, что вот, смотрите, он, в принципе, нигде не нафидел. Энигма чувствует себя хорошо. Смотрим на крипстат Энигмы против Лайстилера. То есть Лайстилер, даже если будет добивать крипов всех, он все равно будет фармить не так хорошо. Плюс против Эйдалонов попробует и всех крипов добить. Это слишком много урона. Дальше. Он сделал несколько стаков. Это второй момент. Ну и третий выход в мид. То есть вот три уже момента, за которые можно Рубика похвалить. Дальше. Мирана. Она понимает, что вот сейчас у нас такая неловкая ситуация. Феникса забрали. Я даже решила на этом моменте не останавливаться, потому что сейчас было гораздо важнее поговорить про то, что свой спирит у нас происходит. А вот спиритом у нас происходит следующий ремнант. Немножко не попадает. Кстати, мог бы прочитать эту ситуацию, потому что очевидно, что Огр Маг бы в эту сторону двигался. Но там маловероятно, что получилось бы убить такой плотный герой. Хотя если бы попал ремнантом. Шестого уровня у спирита нет. Вот его как раз и не хватило Ори. В это время, пока Ори пытался погангать, Диуай какое-то время постоял в миде. У него имеется сапог, у него имеется сентри, вард. И вот сейчас нужно этим самым виженом, кстати, заняться. Мирана, так как она упустила ганг в миде, она не помогла своему мидеру. Я говорю, на мой взгляд, все-таки на Миране передвигаться чуть попроще, чем на Рубене. Делать какие-то выходы. Но пока вот от Мираны не так много пользы, как от того же самого Рубика. Будем смотреть, кстати, что с Рубиком. Рубик продолжает на боте стоять. Нападение на Свена оставили на какое-то время. Но вот, как я и говорила, здесь под стрелу сделать максимально легко фраг. Или даже под копье. Копье-стрела, в принципе, чем попадешь, от того уже и играешь. Достаточно простая ситуация. Да, Свена забрали. У него неплохой старт, неплохой нитворс. Особенно, если сравнивать соотношение с Ластилером. Нападение у нас на Огармага. Телекинез. И, как вы видите, достаточно простой минус в итоге получился. Огармаг был изначально покоцанный. Поэтому изначально его тут подразмяли. Ну и теперь просто добили. Так что Огармаг без ресурсов, видимо, не было никакого регена. Забрали его. И, в принципе, на этом все. Олд Элэон не боится. То есть, посмотрите, Ластилер прожимает рейдж. И вот сейчас он рейдж потратил 10 секунд. Есть у Олд Элэона вместе с Рубиком, чтобы напасть. Но Рубик достаточно далековато. Не знаю, с чем это связано. Могли бы попробовать еще больше подхарасить. Я думаю, что это связано с тем, что он опять стаки пойдет ставить. Да, ну, на самом деле все грамотно. Там непонятно, вышло бы убить или нет. А вот стаки у него точно получится. Сделать на боте переднищение от Ори. Сделали фраг на Марсе. Ну вот, и Ори начинает себя реализовывать. Мне очень нравится мета сейчас. Вот всем она уже надоела. Но, честно говоря, мне она все равно нравится. Потому что мидеры стали играть гораздо более агрессивно. Особенно вот это... Я бы назвала этот последний патч вообще метой спиритов. Потому что все спириты очень актуальны. Войд спирит актуален. Шторм спирит актуален. Эр спирит, может, не самый популярный герой. Но он достаточно часто встречается. Вчера у нас эр спириты были. Так что это не... Возможно, даже Огрмаг встречается реже, чем тот же самый эр спирит. Но, опять же, в зависимости от региона. Поэтому не буду вот так вот настаивать на каком-то из героев. И вот тот самый Масков Мэнас появился даже без сапога. Значит, у нас появляется Масков Мэнас. Что мы идем? Идем и фармим то, что для нас грамотно, старательно делал Рубик. Ну, сейчас у него, правда, только один стак получится сделать. Но ничего страшного. Миди нападение на Вэй Спирита он не переживет. Сразу можно сделать выводы. Несмотря на то, что у него феррифайр был и Мэджик Стик, и Боттл. Он просто бы не... Он просто не вышел из-под контроля. И, соответственно, можно переключаться уже на Нетворсы. Чтобы понимать, как, у кого, где обстоят дела. Вообще игра проходит достаточно равной. Мы можем посмотреть, что и по счету 3-3. И по Нетворсам, в принципе, у Шторм Спирита и Уэй Спирита примерно одинаковый Нетворс. Я думаю, что как раз Свен будет доминировать над Лайвстилером. Это вот большая должна быть разница. И она уже есть. И, конечно же, Свен сейчас все быстрее, быстрее, быстрее будет, особенно со стаками, врываться вперед. Дают получить Рубику 6-й левел в Миде. В это время погибает у нас Феникс. Была реализована, как я понимаю, арена. Марс первым артефактом. Вот, кстати, тоже интересно. Если у тебя в команде Лайвстилер, ты на Марсе не можешь играть более жадно. Ты должен играть в основном через Блинк. Что сейчас Марс у нас и делает. Придем подпушили Тавер. Марс уже такой плотный. Заходит до Тавер, чувствует себя комфортно. Понимает, что Тавер не собирается дефать. Но, в принципе, это не смущает Вичи Гейминг. Потому что они еще быстрее пушат. У них имеются и Далоны у Олды Левена. Поэтому для них ломать Тавера, как мне кажется, чуть попроще будет. Но, смотрите, до сих пор они бьют этот самый Тавер. Тратят много времени. Шторм Спирит через Орчет. Как мы и говорили, будет пытаться быстро Орчет сделать. Будет пытаться врываться, лоить Уайт Спирита. А Уайт Спирит, кстати, решил сыграть все-таки через Юл. Фейдед Бороуч. Достаточно приятный, на самом деле, артефак для Уайт Спирита. Как мне кажется, и маны, и скорость передвижения. То есть, есть и получше, но мне на Уайт Спирите этот артефакт очень нравится. В нейтральных шмотках. Вообще, в последнее время все больше и больше внимания уделяю этому моменту. С нейтральными предметами. Потому что, сколько бы ни обсуждали про везение и невезение. Одну секундочку. У нас нападение. Сразу же Ремн подстрелу. Притяжка Уайт Спирита. Просто нет ни единого шанса здесь как-то выжить. Возможно, даже не стоило пытаться драться. Он даже не успевает прожать стики. В такой ситуации, конечно, желательно задуматься о рейндропах. О рейндропах выживаемости. На миде нападения. У нас поставили арену от Марса. Рубика пригвозили. Ну и шторм подлетел. Агрессия пока со стороны магмы. И очень подходит по игровому стилю. В принципе, у них получается. И они реализовывают какие-то такие выходы достаточно неплохо. Потому что сейчас у нас... Ладно, они, во-первых, забрали Уайт Спирита. Это неприятно. Дальше они подкрепили это тем, что забрали Рубика. А Рубика, он на самом деле своими телекинезами и фейдболтами. Тут еще мог бы этот тавр подвесить. Немножко подпушили тавр. Дальше они не остались. Потому что арена у Марса в кулдауне. Все уже резнулись. И они и так сделали хороший мув. Они и так сделали два хороших фрага. В это время Свен под ГДС. Буквально еще, наверное, два удара нужно сделать по плотному гормагу. Тут рейндропы были, стики были. Но очевидно, что уже никуда не уходил. Что у нас тут? Сентрячок. Здесь уже зафармили. Сентри поставили. Шторм. Уже обилинстав один себе приобретает. Нетворсы я обычно включаю до 10 минуты. Чаще всего на 9.30. Потому что это максимально грамотный тайминг под баунти руны. И вот я смотрела, когда комментировала Америку. Мы определили, что 10 минута для нетворсов это лучший показатель. До этого момента можно еще на крипстаты посмотреть. А на 10 уже можно. Ну, Эмбер Спирита я тоже не отметила. Кстати, да, конечно. Почему-то я сказала только про Эр Спирита, Шторм Спирита. Войд Спирита про Эмбера как-то умолчала. Да, Эмбер тоже очень популярен. Притом, забавно, что его ставят сейчас. Эмбера вообще используют и на четвертую, и на первую, и на вторую позицию. И в сложную линию его ставят. Буквально вчера я смотрела матч с Эмбером в сложной линии. Вот Медбан отыгрывал. Это было, кстати, очень здорово. Потому что он отыграл максимально круто. Ну, там, на самом деле, было дело не только в Эмбер Спирите. Там Топсон как бы еще был у нас на Морфе. Я думаю, что этим многое сказано. Ласт Лидер решил пойти через Медас. Ну, вообще, с одной стороны, тут все понятно. Ему нужно как-то держаться со Свеном на одном уровне. Он и так уже понимает, что проигрывает ему достаточно много. И мы увидим как раз преимущество у Вич Гейминг. Оно меньше тысячи. Но самое важное преимущество, которое у них есть, это преимущество Свена над Ластилером. Это две тысячи по золоту. Это для 13-14 минуты очень серьезная сумма. И если Ластилер не сделает что-то со своей скоростью фарма, то, вероятнее всего, он проиграет. Но есть и другой момент в отношении Ластилера. Во-первых, это то, что Свен-то все равно будет фармить в таком же духе. А Ластилер в Лейте послабее, чем Свен будет. И, соответственно, тут либо ты пытаешься играть в лейтгейм против Ластилера, либо ты, ну вот что он как раз и выбирает, либо пытаешься играть в агрессию против него же. Ну, влетать с Шторм Спиритом, влетать с Марсом, пытаться делать какие-то фраги. Благо, Шторм Спирит всегда может драться. Марс, у него кулдаун арены, на мой взгляд, очень небольшой. То есть ты по кулдауну свои ультимативные способности можешь пытаться агрессировать. И выход на Шторм Спирит, да, Шторм Спирит очень грамотно здесь, конечно, прочувствовал эту ситуацию. Он даже не улетел, он просто, даже не пытался, я имею в виду, улететь с помощью ультимейта. Он просто пошел и вот нажал телепорт. Да, Миран, конечно, ему неплохо помогла с моим ультимейтом. Так, нападение на Марса. Сразу на пол ХП его пробьют. Но Марс достаточно плотный, то есть вот 60% он потерял. Ну, а дальше, дальше вот Санрей уже пошел. Сейчас Свен пол дает, и Ластиллеры рядышком находятся, залазят и просто уходят отсюда. То есть не добили его. Блэк Холл от Энигвы, забирают Мирану, притянули еще Огармага. Это минус 2. Теперь на Шторм Спирита, у которого совсем нет маны, можно забирать его. Это минус 3. Странная, на самом деле, драка. То есть тут, с одной стороны, Марс и Ластиллер. Они просто... Это было забавно, что Ластиллеру мог бы даже не подходить, чтобы залазить в Марс. Он мог просто уйти. И изначально он почему-то залез, но это уже не важно, потому что и Энигма очень все грамотно сделала. Во-первых, у Энигмы у нас тоже имеется Медас. Кстати, это достаточно... Ну, я не скажу, что вот прям максимально редко, но все Энигмы, которых я видела в последнее время, они стараются играть либо через Мекку, либо через Доминатор, либо через Блинк, либо через там Грифсы. Ну, то есть все это в этом духе. А здесь, посмотрите, все-таки из-за того, что Линию хорошо отстоял, ну, вот просто нет никакого подсейва. В этот раз не хватило урона. Войд спирит, у него имеются ветра. Что вам сейчас прилететь? Нет. Сайланс. Да, ветра есть, но еще в кулдауне и ультимейте, соответственно, Астрал Степы он не смог куда-то сделать. Шторм идет дальше. Попытался подцепить Рубика, но Рубик оказался не так-то прост. Тоже украл Болл Лайтин и, соответственно, так легко вышло у него уйти. Уже 3000 преимущества за Вич и Гейминг. Пока единственный, кто страдает, это как раз, наверное, Ори. Опять же, я говорила про большое количество контроля. И здесь еще и Сайланс появился, то есть без... Возможно, вот спириту придется здесь даже не про Аганим думать. Ну, вот Аганим неплохо, но еще БКБ смотрится тоже хорошо. Так, он остается арена, нападение на Феникса. Он не сможет использовать Суперновую по двум причинам. Во-первых, он был под Сайланс, а во-вторых, он был без ультимейта. Ему, кстати, совсем немного не хватило до ультимейта, но все равно сделать он бы его не смог. Здесь у нас поставили... Ага, они сами заданаили. Интересно. Увидели, что... Не отметила я, как они его ставили, этот вард. Но Мирана заданаила его сама. А, здесь вот был Вижен. Что, вроде здесь? Ладно, не заметила, на самом деле, как его поставили, поэтому не буду говорить. Так, что с Марсом? Фух, мне очень нравится Марс как герой. Марс вместе с, например, тем же самым Фениксом. Это излюбленная комбинация и в пабликах, и на просцене. Но есть проблема у этого героя. Когда ты идешь через Блинк, ты по фарму очень сильно начинаешь проседать. И вот мы смотрим Марс, который хорошо отставил свою линию. Я бы даже сказала, очень хорошо. Он в соотношении с Энигмой очень серьезно проседает. Потому что Энигма тоже хорошо отставила свою линию. Но мало того, что она хорошо отставила свою линию, так она еще и мешала Ластилеру. Плюс Энигма идет через Блэкенбар и Мидас. То есть у нее уже по скорости фарма имеется и Блинк, и Мидас. И она, соответственно, всегда будет, ну, не в топе по Нетфорсу, но прям-таки очень хорошо себя чувствует. А здесь пока еще и в топе. Даже тот же самый Шторм Спирит, который, в принципе, там неплохо и фармил, и какие-то фраги делал, от нее отстает. Стрелой попадает у нас Рубик. Как вы понимаете, что это очень много контроля, но здесь стрела была каким-то достаточно близко. Ставец Арена от Марса, сразу Рубика забирают. Ремнат от Войт Спирита Супернова взрывается, никто не развивал. Под Муллайн Шадом находятся у нас игроки Магмы. И Свена поднимают ветра, залетает. Болт у нас у Шторм Спирита и есть реген. И очень было бы круто его сейчас убить, иначе просто он отрегенится полностью и может вернуться в замес. Полетал Феникс, но сделать Вич и Гейминг по большей части ничего не смогли. Они разменяли одного саппорта на другого, пятерку на четвертую. Дальше у нас БКБ от Свена под ГДС, Марс без арены, решил подраться с ним. Ну, в этом плане, конечно, Марс плотный, но все-таки против Свена достаточно сложно играть. Ори идет дальше, у нас Сайланс на него, Ластир влазит, притяжка. И Блэк Холл от Оллы Вэлвана просто шикарный, потому что ему никто не мог его сбить. И это будет минус 4, при этом настолько легкий минус 4 для Вич и Гейминг. Мне кажется, вот, знаете, смотришь на какую-то игру, вот буквально как раз я хотела упомянуть матч, где мы Аддолем сыграли против Ликвид. И там была такая ситуация, что против Энигмы было 5 героев, просто 5 героев. Там был Рикки Мару, то есть Тучка, там был, по-моему, то ли какой-то Шторм, то ли что-то в таком духе. Там была Венжи Фул Спирит, я уже не помню всех героев, но суть в том, что Энигма вообще не могла никакого... А, еще Рубик, по-моему, был. Ну, то есть не могла дать свою ультимативную способность вообще. И как бы ты хочешь видеть от Энигмы Блэк Холлы, но как бы возможности их дать нет. Как бы ты там ни старался, какую позиционку ни держал, тебе 5 героев сбивают Блэк Холлы, ты сделать ничего не можешь. А, там еще был Висп, который из Блэк Холла увозил. И что вы думаете? Если сравнивать с этой игрой, мы сейчас вот смотрим, и Энигма просто... Ей даже не надо как-то идеально врываться, ей не нужно держать позиционку. Все герои под нее подходят. Здесь, во-первых, 3 милишных героя, то есть ей идеально, наверное, цеплять как-то Мирану, чтобы она с большого расстояния не смогла сбить. Ну, со Штормом, в принципе, тоже было бы неплохо. Но вот самое интересное, что здесь как раз есть возможность дать Блэк Холл в пятерых. Типуле у нее сейчас появится БКБ, Мидасик работает. Ну, и очень здорово сейчас, на самом деле, отыгрывает Old Eleven. Рада, что он опять в такой неплохой форме. 7000 преимущества у Вичи Гейминг. Вообще, пока для них игра смотрится максимально легкой. Ну, честно говоря, мне вот совсем... Возможно, я буду не совсем объективна в этом вопросе, потому что это лично мое мнение, что вот Ластилер на данный момент не самый, скажем так, сильный кор-герой. Его, опять же, можно, я думаю, что если какие-то Сикреты будут играть, там сейчас Na'Vi, Virtus.Pro, они отлично сыграют и с Ластилером и покажут, как этого героя нужно реализовать. Но, вот, тем не менее, от этого героя не так много импакта. Он, вроде бы, не сказать, что прям быстро фармит. Хотя здесь у него есть Мидас и баф Огроманга, поэтому со скоростью фарма, в принципе, проблем нет. Но, посмотрите, скорость фарма, вроде бы, имеется, благодаря Мидасу. И, опять же, бафу, на секундочку, вот теперь это забирают на боте. Но я напоминаю, что у него был Аегис, поэтому просто нужно уходить с помощью телепортов, что они сейчас и сделали. Ну, и потратили арену, который не такой-то большой кулдаун, на Аегис. Думаю, что это магму должно устроить, потому что они все выжили, отошли. А вот как раз Вич Гейминга Аегис, получается, не самым лучшим образом реализовали. Могли сами чуть поагрессивнее сыграть, но в итоге не получилось. Вот теперь я собираю себе Аганим. Да, Аганима остается 1250 золота. Смог приобретает себе Феникс, у него Глиммер Кейп. Феникс 1-3-6 идет. Можно, в принципе, посмотреть по таблице, как у кого дела. Уже вот сразу можно отметить All the Leona 4-0-4, который очень хорошо эту карту ведет. Ну, и, конечно же, Свена. Один вот этот враг на боте, который под стрелу там или под копьё, это было вообще неважно. Это нисколько его не остановило. Опять же, можно похвалить Рубика за стаки. Посмотрите, 9 ассистов, то есть очень активная игра. Вот Спирит умирал, наверное, больше, чем хотелось. Но это вот как раз из-за того контроля, который есть у Магмы. Получалось его убивать. Опять же, стану Гармага. Ты, очевидно, стрелу подремнутый, просто притяжки. Это приятно. Так, Аня, Мирану. Вот, честно, вроде бы смотрела сейчас, что у нас в миде, куда собираются смещаться. А фраг произошел там, где, в принципе, его никак не должно произойти. Ну, то есть здесь, с одной стороны, это смерть Мираны, вроде бы это не критичный какой-то момент, да? А с другой стороны, вот что эта Мирана пыталась здесь делать, когда она знала, что здесь находятся 4 игрока. Вичи Гейминг и Тавр Б, она этот соло никак не отдэффала. То есть это вот такая смерть, которая... Не сказать, что Мирана же много видит. То есть это всего третья ее смерть. И явно не... Можно даже сказать, что она очень неплохо эту карту отыгрывает. Я вот вначале сказала, что она отстает от Рубика, но на самом деле потом по карте она неплохо передвигалась. И даже посмотрите, 2-3-7 статистика Мираны. Всего 9 фрагов сделано у Магмы. То есть она поучаствовала в 9 фрагах из 9 своей команды. И я думаю, что для четвертой позиции, когда они проиграют 8000 на 24-й минуте, это очень хороший показатель. Мирана, дальше мне, конечно, не очень нравится то, что решила собирать Мирана в БКБ. Возможно, это неплохой артефакт против Спирита и Аганима. Здесь все просто, иначе она... Но, с другой стороны, у нее имеется уже Юл, и, возможно, надо было даже про что-то другое подумать. Здесь вообще очень много возможностей. Вот, например... Так, она, секундочку, мылает Шадоу. Собираются попытка у нас сойти еще и подраться. БКБ есть у Шторма. Это очень важно, и как раз он, скорее всего, будет инициировать. Ну, очень сложно. Вот, они понимают, что у них сейчас такая ситуация, когда у Энигмы все имеется. То есть, она, скорее всего, даст свой БЛЭКХОЛ, потому что у нее есть БКБ, у нее есть Блинг. И Войт Спирит поднимает у нас Мирану, влетает как раз. И, опять же, влетает просто под БЛЭКХОЛ. БЛЭКХОЛ в итоге получился просто шедевральный. Просто Шторм вынужден тратить практически всю ману для того, чтобы улететь. БЛЭКХОЛ... Почему я объясняю, почему он шедевральный? Потому что они сразу сделали один минус. Здесь добили Оггармана, у которого не было возможности уйти. Шторм уже не мог драться. То есть, вот, герой, который сейчас должен был этот замес для своей команды тащить. А в итоге он, мало того, что не затащил, он просто просел в БЛЭКХОЛе. И вынужден был, соответственно, прожимать БКБ не для того, чтобы сделать фраг, а синициировать. А именно для того, чтобы уйти. И это как раз и делает вот этот БЛЭКХОЛ идеальным. То есть, все, выгнали, соответственно, Марса убили. Оггармана уже ничего не может делать. Вот Шторм не может драться. Ну, и Мирана, Ластиллер остается. Что они сделают против 5 живых героев, тут непонятно. Ну, сейчас посмотрим. Ну, Ластиллер понимает, что ему против Свена хотелось бы иметь Керасу. Ластиллер исп... Ой-ой-ой-ой. Ну, отпустят. Отпустят. В любом случае, у них 11 тысяч. Честно говоря, подумала, что дальше они все равно пытаются пойти за Ластиллером. Ну, решили дальше не идти. Миди подловили Рубика. Шторм Спирит пытается реализовать себя. Опять же, у него орчит есть. Вот, конечно, Рубену не стоит подставляться. Максимально просто все. У Свена... Сильвер уже. Сильвер, БКБ, Москов Мэндос. А вот следующий артиваг, то есть он все-таки игнорирует Аганим. Это очень интересно, потому что мне лично Аганим на свете очень нравится. Есть... Притом, он правда собирает именно Эписал. Я думаю, это связано с Ластиллером как раз. Скорее всего. Ну, то есть это идеальный контроль. И, соответственно, либо это Кераса, возможно, могла быть. Либо это должен быть Дайдаллос. Опять... Я думаю, что ему надо Айон. Вот, вот, Вайт Спириту просто нужно забить на все. У него все очень неплохо, но Айон это идеально. Для Вайт Спирита. Есть еще, конечно, как вариант БКБшка. Но, вот, мне кажется, даже БКБ не всегда спасет, потому что ты просто можешь из-под стана не уйти. Опять же, нападение на Рубика. Ну, и тут подхил имеется, но слишком много урона. Вместе с Мираной они пошли и убили. Агрессивно сыграли. Отыграли, кстати, около 2000 за последние пару минут игры Магма. Вот 17-12 счет. То есть фрагом у нас видим, что небольшая разница. Ну, вот сейчас я думаю, что Свен через 20 уровень... Они, кстати, сейчас могут собраться, потому что вот 25 секунд до Рубика. Соответственно, Свен будет уже с ГДС. Можно подумать про второго Рошана, которого вот сейчас мы будем знать уже, через сколько он появится по таймерам. И уже выход осуществить под как раз второго Рошана. Это... Вот в этом-то и особенность Свена над Лайстилером. Свен, если, конечно, он прям жестко не проигрывает, даже, допустим, игра абсолютно равная, мы возьмем только преимущество Свена над Лайстилером. Это около 4000. То есть, если бы они вот просто абсолютно одинаковая игра, было бы все равно преимуществующий гейминг за счет того, что Свену дают вот там возможность фармить. Лайстилеру же тоже дают возможность фармить. Но Лайстилеру гораздо сложнее реализовать себя, чем Свену. Потому что от контроля Лайстилера ты... Вот, допустим, ты Шторм Спирит. Получил ты ванды и улетел, как бы под него ничего сделать нельзя. А вот если ты Свен и дал, успел дать станов Шторма, то дальше, возможно, какое-то продолжение будет. А если еще саганим, то там какая-то критуля с Дайдаусом. И сами знаете, как это больно бывает. Ну, Свен на то и Свен. Курьер убили. Да, это, ребят, только... У меня это первая карта, но это вообще вторая, вот, три серии. Сегодня у нас три, вот, три серии в Китае. Первая 2.0 закончилась. Посмотрим, вот, по тому, как сейчас грозно начинают ВИЧ-гейминг. А вот Рошан. Ой, как Рошан быстро-то возродился. Ластейр. Да, Ластейр незаметен. Ну, вот, он совсем незаметен на этой карте. И если Шторм еще какие-то попытки делает, то вот с Ластейрером никакой комбинации так и не было сделано. То есть Ластейр сейчас просто как... Как герой, вот, который 20... Извините, 30 минут матча просто ходил, бил криповый, два раза умер и один ассист имеет. А он, между прочим, как бы уже давно должен подключаться. То есть Свен, например, играет 6-1-5. То есть он поучаствовал в 11 фрагах своей команды. Ластейр поучаствовал в одном, в одном фраге. И вот тут даже не в игрок... Ну, возможно, стоит отметить, конечно, то, что Свен отыграл лучше. Так, у нас нападение на Мирану. Мирана до конца не использует Юл, что очень интересно. Ну, и Блэкхол. И Блэкхол по Штормспириту. То есть он не успевает ничего прожать. Сразу Ластейр вылазит и пытается просто уйти, ставится. Даже защитная арена. Два байбека от Огрмага и Шторма. Но сейчас не будет ультимейтов. Не будет ультимейта у Энигмы. Это очень важно. У нас имеется до сих пор Рошан и ГДС. Вот отчего сейчас нужно играть в магме. Им нужно дождаться того момента, когда ГДС у Свена закончится. Они будут знать, что БКБ и Блэкхол в кулдауне. И это нужно обязательно, нужно реализовывать. Потому что иначе это как бы можно просто уже ничего не делать. Им нужно сейчас задуматься про Рошана. Потому что самые важные способности Супернова, Блэкхол и ГДС, они в кулдауне. И без этих способностей, если они не смогут выиграть замес, просто Ластейлера убивают. Вот этого Ластейлера, который фармил 30 минут игры. 30 минут игры. То есть плотный герой со встроенным БКБ. Мне кажется, это, кстати, воносит минус. Опять же, у нас стрела попадает. Все-таки про Ион я бы задумалась. Ну и вот Спирит погибает. Он, кстати, без ББКа. Богоподобие уже у Свена. Слишком все хорошо. Это еще Шторм Спирит под аркейдруной. Нападение на Феникса. На Феникса. Бежит, бежит Свен. Сразу показывает, что я, если что, тут готов драться. Кстати, имеется гем, и Нос Шторма погибает после Байбека. И у него в кулдауне был Блокин Бар. То есть он в любом случае бы ничего не сделал. Центральную башню Сил Света атакует. Центральную башню Сил Света атакует. Практически готов в Эписал. Титан Сливер тоже очень хороший артефакт для этого героя. Подхилл есть. Ну и вот дальше, кстати, посмотрите, как нагло играет Энигма. То есть это, наверное, чуть ли не самый наглый билд, который можно сделать. Именно жадный билд. То есть я уже не удивлюсь, если следующим артефактом он что-то наподобие Дагона купит. Это, конечно, шутка. Ну то есть он просто полностью проигнорировал Грифсы, Мекку и что-то в этом духе. А это как раз потому, что Old Eleven отлично чувствовал и понимал, что у него здесь в этой вот конкретно карте огромное количество возможностей, что ему даже никто не пытается сбить Блэк Холл. То есть Блэк Холл используется для того, чтобы самим нападать. Если нападают, он просто от дефа красиво Блэк Холл отдает. Очень хорошо сыграл. Практически идеальная игра на Энигме такого билда, как мне кажется. Хотя, честно говоря, мне не очень нравится такой билд. Но вот в данной ситуации то, как Old Eleven его использовал, это идеальная реализация. Мека у них появилась тем более на Фениксе. Феникс покупает более вот как раз такие именно сопортящие слоты. Мекку себе купил глимерки, парканки. То есть тоже все максимально в этом плане здорово распределено по героям. То есть если Энигма играет нагло, то Феникс уже нагло не будет играть. Он будет собирать только сопортящие слоты. Следующим слотом можно там еще опять же подумать про какой-то Юл. Например, сравнивая с тем, как собирается сейчас Джазш, он все-таки по-другому будет играть. Но извините меня, Джазш на Фениксе это... Здесь Феникс, кстати, тоже очень хорошо сыграл. Вообще вот, честно говоря, пока Вич и Гейминг вообще очень радуют глаз. Прям такие чуть ли не идеальные исполнения. Какие-то косяки небольшие были только связаны с Ви Спиритом. Вот интересно, он все-таки решил себе Линкенсверу собрать. Мне кажется, что Айон был бы поприятнее. Потому что Линка, она не настолько жестко спасала. Здесь есть все-таки за счет чего ловить. У него БКБшки нет. Но вот Айон был бы просто идеальным. Ну, я не угадала. Он все-таки в любом случае лучше понимает. На потене Лала Стилера. Это был Ластилер без Байбека. Больше вы его, в принципе, наверное, и не увидите. Интересно, насколько быстро Магма сдастся и напишет ГГ. Врывается у нас опять же Марс. Поднимает его ветра. Блэк Холл и Блэк Холл. Опять же, у нас шикарно. Все сделано. Сразу можно забрать Марса. Марса, правда, по БКБ. Здесь Свен Зонил. В принципе, неплохо получилось сыграть в этом плане. Вит Спирит дальше идет за Угурмагом, который тоже без Байбека. Это будет минус 4. Выживают у нас в итоге только один Шторм и Марс с Байбеком. Единственное, что могут сделать... Здесь же ребята потеряли Аегис. Кстати, Рефрешер. Уже у Энигмы. Как же это выглядит приятно для Вичи Гейминг. То есть мы сейчас посмотрели на замес, который был проведен просто в одни ворота. Здесь Магма не смогла сделать ничего. Они ничего не показали. Они сами попытались как-то первый раз с БКБ на Марсе напасть. Кстати, интересно, Марс с Эписолом. По-моему... Я понимаю, что те, кто смотрит Китай, скорее всего, это видели. Но, по-моему, я сейчас вспоминаю, какие у меня билды были в Америке. И, по-моему, такого там еще не было. Репэр-кит, который как-то даст чуть-чуть времени. Потому что я еще Свен без ГДС. Ну, тут максимально неприятно. Вот Спирит полетел. Эписол имеется у Свена. И вот дальше, обратите внимание, то есть он реально полностью игнорирует Аганим. Он влетает. Под Эписолом сейчас постоит Шторм Спирит. Не хватит урона, потому что ГДС кулдауне. А вот, в принципе, с Угромагом можно подраться. Опять же, у нас Блэк Холл. Подцепили Ластиля. Он только-только пришел замес. И как бы сразу же уходит. Эта игра на Ластиле, она просто шедевральна. БКБшка. Мирана. Тоже реализация БКБ, наверное, не самая удачная. Немножко полагала. Но ГГ. ГГ в любом случае. 18 тысяч преимущества. 28-14. На 36-й минуте заканчивается матч. По поводу матча, наверное, пару слов нужно сказать. В целом, мне очень понравилась, конечно, игра Twitch Gaming. Вот здесь как раз та самая игра, которую можно похвалить со стороны именно то, как там отыграла Enigma. Ну, то есть идеальная линия от Old Eleven. То, как формил Свен, одна ошибка на стадии лайнинга, которую даже, на самом деле, ошибкой сложно назвать. Рубик. Большое количество стадоков. Феникс, по-моему, вообще все суперновые взрывались. И 20 ассистов, то есть отыграл по максимуму. У Магмы, ну вот, не знаю, мне, например, все-таки Огрмак, как саппорт пятой позиции, сейчас, по крайней мере, в нынешней мете не так сильно нравится. То есть и на нем можно хорошо отыграть, и явно не из-за него проиграли. Шторм пытался что-то сделать, на нем была очень большая ответственность, он должен был ластилера взамес доставлять. Но какой-то реализации, вот, хорошего ганга с Шторм ластилера мы так и не увидели. Мирана пыталась за всю команду, но, опять же, этого было недостаточно, потому что это всего лишь Мирана. Ну и, конечно, ластилер в этой игре, это... Я вообще не очень люблю так говорить, но я думаю, что стоит что-то пересмотреть в своей игре, когда ты очень, там, не знаю, фармишь 35 минут и поучаствовал только в одном фраге, когда у тебя, против тебя герои играют агрессивно, и ластилер со встроенным блокимбаром, это же самая главная особенность ластилера, что ты можешь драться очень рано, потому что у тебя есть БКБ. А здесь, соответственно, реализации этого БКБ не было. И не было в начале какого-то сайленса, чтобы что-то делать. То есть у Войт Спирит сначала же его убил, а потом и гоним. На этом небольшая музыкальная пауза, будем ждать вторую игру, посмотрим, что у нас ребята из Магмы придумают, надеюсь, все-таки поменяют именно не игрока, а именно героя на первой позиции, и уже посмотрим чуть более равный матч. Музыкальная пауза. Музыкальная пауза.